доброго времени суток с вами данил добро и сегодня я буду устанавливать спаркли linux на виртуальную машину подобным образом можно будет установить на настоящий компьютер указываем какое-нибудь название я назову по рабочему окружению убираем тип у меня операционная система будет debian лучше выбрать debian выбираем объем оперативной памяти пусть у нас будет чуть меньше двух гигабайт все ставим по умолчанию тут выделяем побольше места где-то около 30 гигов я буду устанавливать операционную систему на два раздела диска запускаем выбираем наш образ все убедились что мы выбрали нужный нам образ и продолжаем скрываем на полный экран тут можно выбрать язык выберем сразу русский замечу что иногда бывает при установке невозможно выбрать русский язык но ничего страшного после загрузки и во время установки уже самой операционной системы можно будет выбрать нужный нам язык все загрузилось все как мы видим по-русски не будем долго рассматривать операционную систему что в ней есть сразу перейдем к установке здесь мы выбираем клавиатуру я рекомендую поставить английскую раскладку сравниваем со своим клавиатурой убеждаемся что все клавиши совпадают и после этого чмем далее а мне не совпало вот эта верхняя клавиша вот все теперь все совпадает обращаем внимание на вот эти клавиши на вот эту верхнюю все совпадает так теперь ручная разметка стереть весь диск это если вы ставите на чистый диск а мы будем ставить рядом с другой операционной системой условно у нас нету разметки мы ее новая таблица разделов тут нужно можно выбрать запись но обычно если у вас стоит windows 10 то у вас скорее всего второй вариант мы его и выбираем отделяем на первый диск 20 гигов это у нас будет раздел root корень там у нас будут находиться все основные файлы системы так у нас не вылезает все в экран окей соглашаемся у нас появился новый раздел еще изменения на диск не внесены они будут внесены после нажатия кнопки далее создаем новый раздел на это уже будет раздел home там будут храниться наши данные которую мы будем устанавливать систему тут мы не ставим никаких флагов также еще можно отдельно создать swap раздел для того чтобы там хранились какие-то временные файлы это в том случае если у вас мало оперативной памяти если у вас 8 гигов оперативной памяти то раздел swap не нужен при 4 гигов при 2 можно еще поставить вот так в нем смысла нет поэтому я не буду отдельно показывать как его создавать соглашаемся мы создали два раздела один для системы там где хранятся хранится будут системные файлы отдельный раздел для ком почему я создал два раздела все очень просто чтобы когда я вдруг захотел эту систему обновить полностью то я мог бы просто стереть вот этот раздел и поставить на второй раздел просто flag home и не после этого после установки все мои данные которые хранились на этом разделе фотографии видео все что туда там было сохранено все там останется вот будет только изменен а и отформатирован раздел root то есть корневой которую такой вот слэш теперь мы переходим далее здесь все очень просто пишем всякие 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 имена своим я напишу кратко пароль пароль слишком короткий пароль слишком слабый какой же пароль надо создать видимо поэтому данный линукс не так популярен так как создать тут пароль ну давайте добавим две буквы все наконец-то всем правильно и но сейчас еще раз для проверки напишу все совпадает все можно под эту галочку оставить ну можно еще отдельно создать пароль для администратор проверим можно ли тут поставить король короткий пароль слишком короткий план пусть будет у нас тот же пароль для администратора пойдем дальше так клавиатуру разделаем все смотрим что мы тут сделали на реальной машине будет немножко по-другому это выглядеть у вас могут быть еще разделы с другими линуксами листы той же самый windows так как можно линукс поставить рядом с windows и он должен его сохранить сожалению на виртуальной машине я не смогу вам показать то что тут рядом может быть еще какая-то операционная система так как под это я не выделял диск после этого мы нажимаем кнопку установить когда мы все проверили все происходит установка примерно как мы тут видим 15-30 минут устанавливается система и это действительно так данное рабочее окружение fse очень быстро устанавливается вот и завершилась установочка как мы видим нам предлагают перезагрузить ставим перезагрузить и нажимаем готово провязала загрузка системы как мы видим можно выбрать два режима запуска либо запустить linux либо зайти в настройки мы запускаем linux ядро 419 64-битная операционная система какой-то причине перезагрузка не сработало пришлось перезагружать вручную виртуальную машину в общем примерно на настройку и установку уходит около получаса считаете если вы будете сразу все проверять клип режиме с флешки то возможно вам нужно будет еще проверить работоспособность операционной системы воспринвести видео например на ю тубе чтобы убедиться что графические драйвера подхвачены нормальные корректно работают также я еще рекомендую при проверке linux проверить работает ли сетевая карта то есть подключиться к вай-фай или вот теперь нам нужно вспомнить наш пароль все операционная система загружается предлагает нам установить языковые пакеты пока мы это все закроем потом это установим как мы видим тут есть менеджер пакетов сунаптик вводим наш длиннющий пароль ладно давайте его сначала сменим через настройки заходим настройки мне не совсем нравится вот эта вот тема по умолчанию давайте проверим внешний вид значки не знаю что лучше выглядит но в этой теме мне более привычно я сюда хочу попробовать другую тему установить но это как-нибудь следующий раз можно выбрать еще темную тему допустим вот такую ну ладно допустим пусть будет так дисплей давайте разрешение поднастроим вот так то лучше как мы видим тут можно настроить разрешение экрана все пароль удачно сменен на короткий путем подбора команд сюда паспорт имя пользователя и потом вводим новый пароль все просто единственно только пришлось покопаться чтобы это найти не знаю как будет все это работать на реальной машине может и тут как мы видим немножко подвисает интерфейс но не критично вот диспетчер задач сколько систем потребляет достаточно мало но для наглядности давайте включим нормальный диспетчер задач как видим сель операционной системам потребляют просто очень мало оперативной памяти по сравнению даже с самим иксом минусом икс потребляет больше гораздо больше давайте откроем браузер посмотрим что будет дальше замечу что это виртуальная машина на реальной машине может быть все немножко по-другому в любом случае так небольшие конечно подвисание системы имеются но зато потребление просто минимально все работает где-то около 600 мегабайт при запущенном браузере откроем страницу youtube видимо подвисание из-за того что у нас gpu перегружен из-за этого подвисание возможно на реальной машине будет меньше таких логов либо их вообще не будет немножко подвисает но из-за того что ведется запись в целом как я вижу все работает очень даже хорошо рекламу прогружает в общем мы убедились что данная операционная система очень хорошо оптимизирована даже получше i'm x linux также тут кстати есть все стандартные инструменты диспетчер задач и файловый менеджер давайте откроем посмотрим стандартный файловый менеджер медиаплеер из инструментов есть освободитель диска кто бы это я сам поставил в целом все в общем минимальный набор программ тут имеется на этом я заканчиваю обзор данного linux если вам понравился данный видеоролик поддержите его лайком подписывайтесь на канал также зайдите в описание под видео там много интересных ссылочек до встречи в следующих видео до встречи в следующих видео